здравствуйте друзья мы с вами находимся в таком времени сейчас когда у нас праздники идут чередой друг за другом с разницей буквально в одну неделю вот недавно в декабре прошло католическое рождество затем отгремел новогодний праздник и сейчас вот к нам пришло православное рождество рождество что православное что католическое по своей сути это один праздник но у него есть одно большое отличие друг от друга это то что празднуется он в разное время по разным стилям согласно юлианского и грекарианского календарей ну православное рождество как мы знаем у нас на слуху такое выражение что празднуется это рождество по старому стилю ну то есть получается что празднуется православное рождество по юлианскому календарю который возник раньше чем грегорианский ну и вот хотелось бы немножко отметить какие-то символы рождества какие-то традиции празднования рождества ну и вот что первонаперво о чем я хотела бы упомянуть это то что по церковным канонам перед рождеством устанавливается сорокадневный пост пост это очищение духовных помыслов через воздержание от пищи молитва она для души а пост для тела как сам христос говорил что все плохое из человека можно изгнать только молитвой и постом накануне рождества церквях проходят большие службы со звоном колоколов звон колоколов это тоже символ который возвещает рождение христа в рождество готовятся особые блюда сочево кутья а вот этот день который накануне рождества вот в нашем случае 6 января называется сочельник и название это происходит как раз из названием блюдо сочево а блюдо это представляет из себя пропаренное зерно с медом до наших дней пришли такие символы рождества например как вифлеемская звезда ну известно что когда родился христос спаситель то на небе зажглась вифлеемская звезда которая возвестила волхвам рождением ну а в наше время символом вифлеемской звезды служит цветок пуансетия или другими словами рождественская звезда в рождество у людей принято украшать свои дома вот в частности ангелочками зажигать свечи это тоже символы ангел как известно это символ возвестник который явился волхвам и возвестил рождение христа а зажженные свечи это как символ радости рождения христа до 16 века в европе устраивались целые театрализованные представления кукольных театров в которых разыгрывались сценки рождения христа до нашего времени дошли такие так называемые вертепы это когда церквях на площадях или домах устраивается импровизированная сценка пещеры которая изображает рождение христа те самые ясли в которых он родился у католиков и протестантов заведено за четыре недели до рождества начинать подготовку так называемыми адвентами адвентами адвент это длительностью в одну неделю и таких адвентов четыре и каждую вновь начавшуюся неделю зажигается очередная свеча честь рождения христа изготавливаются также адвентовские календарики что очень интересно бывает особенно для детей потому что в этих адвентов ских календариках припасены гостиницы и подарки для детей ну а самой распространенной традиции которая дошла до наших дней эта традиция наряжать елку ель в данном случае символизирует то что когда царь ирод приказал убить всех новорожденных младенцев то богородица мария и иосиф закрыли еловыми ветвями вход в ту пещеру где находился младенец иисус хочется надеяться что нет такого православного человека у которого в доме не было бы хотя бы одной православной иконки и вот у нас с мужем тоже в доме есть иконы и некоторые из них наиболее памятные я вот выставила здесь перед вами давайте поподробнее посмотрим вот например вот эта икона она называется валаамская божья матерь ну и понятное дело что привезли мы ее когда посещали валаамский монастырь следующая иконка это владимирская божья матерь купили мы ее санкт-петербурге когда ездили на экскурсию жили в гостинице достоевский и расположение этой гостиницы было такое что напротив находился владимирский собор мы слышали каждый день колокольный звон из этого собора были там на службе и вот приобрели такую иконку владимирской божьей матери следующая иконка это святой пантелеймон у него как известно просят здоровья что очень актуально в наше время ну а приобрели мы его в нашем пюхтицком женском монастыре наверное не обходится ни одного года чтобы мы не ездили пюхтицкий монастырь ну и вот как память об этом у нас в доме находится икона святого пантелеймона ну а вот эта маленькая иконка это всем известная это николай чудотворец он покровитель путешественников и такую иконку мы приобрели когда были псково-печорском мужском монастыре хотелось бы еще немного повспоминать о своих поездках по святым местам и немного что-то из этого показать вам вот здесь у меня лежат несколько фотографий к сожалению я не нашла на электронном носителе фотографий но хорошо что они нашлись на бумажном носителе вот это наша поездка на валаам на валаам мы ехали по ладожскому озеру плыли на катере из города сортовала и вот на этой фотографии видны такие береговые пейзажи на подходе к монастырю а вот это показался и сам монастырь в густой дымке тумана хотя времени было уже около 10 часов утра но туман такой был густой и нам сказали что такая погода в принципе очень часто бывает в этих местах ну вот здесь вы видите меня на фоне природы карельской где сплошные леса озера обрывистые каменистые берега и это мы уже находимся на одном из островов валаамского монастыря валаамский монастырь он разбросан на нескольких островах на самом большом острове находится их главное представительство главный собор и вот сюда нас и привезли ну а между островами у них курсирует какое-то суденышко связывающая жителей этого монастыря есть даже такие маленькие островки просто крошечные где находится только один домик где живет один монах который хочет быть отшельником ну вот это вот главный собор валаамского монастыря ну и вот здесь снят красивый красивый иконостас друзья я хочу еще представить вашему вниманию несколько кадров из наших поездок по святым местам приятного просмотра я с вами за сим прощаюсь поздравляю всех православных с праздником желаю здоровья до новой встречи на канале и всем пока пока и 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